Добрый день, уважаемые коллеги! Рада вас приветствовать на круглом столе «Коммуникация в гастроэнтерологии» и сегодняшняя наша тема «Как общаться с пациентами с функциональными расстройствами ЖКТ». Отдельно мне очень радостно, что сегодняшний круглый стол – это первый после окончания изоляции, и это добавляет прелести нашей сегодняшней встречи. Также мои замечательные гости – Евгения Маратовна Мухаметова, детский доктор-гастроэнтеролог детской клиники «Фэнтези», доцент кафедры пропедевтики детских болезней Сеченовского университета. И Алексей Олегович Головенко – взрослый гастроэнтеролог, работает в клинике «Рассвет», кандидат медицинских наук. Здравствуйте, рада вас приветствовать! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, какое примерно количество пациентов с функциональными заболеваниями ЖКТ приходит к вам на прием среди всех прочих пациентов? Я думаю, что это процентов 70 как минимум. Три четверти пациентов – это или пациенты с функциональными расстройствами, или пациенты с какой-нибудь не самой значимой органической патологией, но у которых преобладают функциональные расстройства. И поэтому, конечно, честно говоря, вот эту схему того, как развиваются функциональные расстройства, но только за вчерашний 10-часовой прием мне пришлось рисовать, по-моему, раз в 7 на листке бумаги. А среди детской аудитории? Примерно три четверти наших пациентов, амбулаторных пациентов на приеме детского гастроэнтеролога – это также пациенты с функциональными нарушениями желудочно-кишечного тракта, и даже есть данные конкретно с какими-то нарушениями в педиатрической практике, и либо это даже пациенты, возможно, не укладывающиеся в функциональные нарушения, то есть это родители пациентов, которых беспокоят какие-то вполне себе для нас, для врачей, естественные процессы в детском организме, которые происходят, но это тоже требует определенных разъяснений, и, собственно, это тоже достаточно большая часть такого педиатрического гастроэнтерологического приема. Как это чаще всего бывает? К вам обращаются пациенты, которые только что столкнулись с симптомами функционального заболевания желудочно-кишечного тракта, или у них уже какая-то есть история вопроса, они уже походили по врачам, сделали какое-то количество исследований, вот как это? Ну, в моей практике, может быть, в силу того, что у меня есть узкая специализация на редких достаточно иммунных заболеваниях, конечно, ко мне человек без стопки исследований приходит редко, как правило, вот с такими первыми проблемами, с впервые возникшей болью в животе, расстройствами стула, человек скорее обратится или в районную поликлинику, или просто к врачу общей практики, поэтому мне чаще приходится распутывать клубок из уже многократно сделанных обследований, которые просто никто почему-то не успел правильно интерпретировать для пациента, или если у пациента возникли какие-то идеи о том, чем он на самом деле болеет, а эти коварные врачи скрывают от него правду, и, конечно, так могу даже сказать, что это немножко профессионально меня деформирует, потому что я в человека, который первый раз ко мне приходит с болью, возникшей вчера, начинаю видеть много лишнего, я, к сожалению, в силу вот этого режима работы часто ловлю на мысль, что я могу невольно перегрузить, как ни странно, пациента лишнюю информацию, а себя перегрузить лишними страхами. Из того, что вы говорите, очевидно, что вот эти множественные посещения других врачей ясности пациенту не прибавили, а наоборот нагрузили его дополнительной информацией и дополнительными, возможно, тревогами. Так ли это? Безусловно. Я думаю, что почему-то особенно актуально как раз в педиатрической практике, потому что мне не так часто, как Евгений Маратов, мне удается пообщаться с родителями и детьми, но, конечно, объем исследований в педиатрии, которым дети подвергаются, меня, как доктора, занимающегося лечением в основном взрослых, пациент в ужас повергает, что взрослый человек редко выдержит такой объем исследований, а уж дитя тем более. Но, конечно, да, увы, вот большинство исследований почему-то в современной гастроэнтерологической рутинной практике часто носят бессистемный характер, дублируют друг друга многократно, и, увы, пациенты, особенно склонные к такому доктор-стрейдингу, когда они мечутся от одного пациента, доктора к другому, каждый раз получают пакет обследований. Очень громоздкий. Наверное, в педиатрии все еще страшнее. Ну, я бы здесь добавила от себя, потому что все-таки в педиатрии мы имеем дело не просто уже с таким выросшим, достаточно статичным во времени по своему функционированию, в том числе организмом, а мы имеем дело с детьми, которые, в принципе, на разных этапах своего развития претерпевают определенные какие-то свои особенности функционирования, в том числе желудочно-кишечного тракта. Ну и, собственно говоря, если к нам обычно приходит мама с ребенком совсем маленьким, грудным, то тут, как правило, количество исследований, наоборот, минимально. Все-таки, вероятно, какой-то инстинкт самосохранения и сохранение своего ребенка заставляет родителей сдерживать свои попытки в каких-то дополнительных обследованиях, особенно без назначения врача. Поэтому эта категория может быть с каким-то минимальным набором обследований или даже зачастую просто с жалобами, с их описанием, интерпретацией их родителей. Но вот то, что касается уже, возможно, детей более старшего возраста, подростков, особенно если это действительно жалобы, которые не остро возникшие, не недавние, а уже ряд с какое-то время, тут действительно приходят родители примерно так же, как и взрослые пациенты. Тоже пачка обследований. Они действительно, так же, как Алексей говорит, с повторными обследованиями, одними и теми же, без осознания того, что зачастую, может быть, они не нужны, или для того, чтобы их правильно интерпретировать, нужны определенные какие-то предварительные рекомендации по их сдаче. И, конечно, здесь, пожалуй, такие две категории, что мы можем поделить, по крайней мере, в такой повседневной педиатрической гастроэнтерологической практике. Вот если мы говорим про эмоциональное состояние пациентов, которые приходят на прием к доктору-гастроэнтерологу со всей той предыстории издачи анализов, разного рода интерпретаций от разных врачей. Было такое интересное исследование Коллинса и товарищи в 2009 году, и авторы выявили, что пациенты чаще всего оценивают физическое и эмоциональное состояние как существенно более тяжелое, нежели их лечащий врач. Приходилось ли вам сталкиваться с такой ситуацией? Что пациенты или родители пациентов считают, что ребенок тяжело болен, что ему очень плохо, и врачи, возможно, предыдущие врачи, недооценивали значимость симптомов и тяжесть состояния пациента. Я бы здесь начала с того, что, например, в педиатрической такой повседневной практике, в отличие от терапевтической, от взрослой, мы имеем дело все-таки не только с пациентом, то есть с ребенком, а еще имеем дело с родителем. И роль родителя в общении, в сборе жалоб, анамнеза, как субъекта, которому мы передаем какую-то информацию, она в разном возрасте ребенка, она очень различна. Если мы говорим о детях раннего возраста, которые еще пока сами не могут нам ничего сказать, нам не могут сказать, родителям не могут сказать, это отдельная категория. И здесь то, как родитель непосредственно интерпретирует это состояние, для нас будет важно. И вот здесь, конечно, общий эмоциональный фон родителя, то, как он воспринимает происходящее с ребенком, это для нас будет важно. И действительно для врача нужно уметь разделить родительскую эмоцию, состояние ребенка по данным осмотра, по данным, возможно, каких-то даже самых базовых результатов обследования, потому что ребенок все-таки в определенные декретированные сроки, особенно в раннем возрасте, его осматривает обязательно педиатр, следит за его развитием, в частности. Это тоже такой немаловажный фактор вообще во всей педиатрии. Но вот то, что касается уже более старшего возраста, когда ребенок сам уже может что-то нам сказать, сказать что-то родителям, то здесь, конечно, чем старше становится ребенок, тем он все больше и больше должен для врача выходить на первый план. Действительно, то, как он сам воспринимает свои ощущения, то, как он сам может интерпретировать свои жалобы, какие-то провоцирующие факторы. А мы, например, знаем, что, раз уж мы говорим, что подавляющее большинство – это все-таки функциональные расстройства на нашем приеме, мы должны понимать, что то, как пациент относится к своим жалобам, к своим ощущениям, то, насколько это нарушает его качество жизни, и нам потом помогает поставить диагноз. Поэтому здесь уже мы как бы отодвигаем на второй план то, что думают родители по этому поводу, и все больше и больше с возрастом на первый план выходит сам пациент, то есть ребенок, подросток, который потом уже переходит к взрослому врачу. То есть для нас в педиатрии это очень важно понимать. Очень интересно, какие коммуникационные инструменты позволяют так поступать. Я уверена нашим слушателям, они совершенно согласны, я прям абсолютно убеждена в этом, в том, что правильно, это хорошо и правильно отодвигать на второй план родителя подростка и слушать в первую очередь подростка, но наверняка есть много родителей, которые не очень-то жаждут быть отодвинутыми на второй план. Какие коммуникационные инструменты врачу позволяют сделать это в ходе приема? Если говорить уже непосредственно о подростках, то, конечно, после ритуала, который мы совершаем в самом начале приема, поздороваться, представиться, идентифицировать пациента, задать ему открытый вопрос, чтобы он начал что-то говорить. Когда у нас на приеме как минимум два человека, то есть кто-то из родителей и сам ребенок-подросток, мы изначально договариваемся, до кого сейчас важнее начать для самого пациента, либо для родителя, какой-то консенсус в этом достигается. Допустим, ребенок может сказать, что вот сейчас мама вам все расскажет, но я обязательно тогда ребенку скажу, что ты слушаешь тогда, и в итоге говоришь, с чем ты согласен, с чем ты не согласен, чтобы потом уже высказать свою точку зрения. Но бывает и наоборот ситуация, когда действительно жалоба доминирует непосредственно у самого пациента, и в самом начале нашей беседы родитель может сказать ребенку, рассказывай сам, у тебя болит, ты и рассказывай. То есть очень важно вначале вот эти роли обозначить для врача, ну и, собственно говоря, дальше уже на самом деле обе стороны послушать, чтобы к какому-то максимально верному выводу в итоге прийти. Очень интересно. А как это происходит в практике взрослого врача-гастритеролога? Ну, нам немножко проще, потому что мы сразу получаем, именно задав открытые вопросы, это, наверное, главный наш коммуникативный навык, да, не стараться не перебивать первые минуты пациента, и дать ему возможность нас подвести к мысли по тому плану, который он дома составил для нашей беседы. Действительно, многие склонны начинать издалека и попутно очень много рассказывать. Даже я обратил внимание, что так, если дать выговориться первые 5-10 минут, то, в общем, вот эти графы, рутина, заполняемые в истории болезни, типа хирургический анамнез, наследственность, чаще всего не приходится задавать дополнительные вопросы, чтобы их узнать. Пациент начинает рассказывать, знаете, после того, как мне удалили что-нибудь там, образование в далеком 280 таком-то году, из-за того, что у мамы было заболевание, я взволновался, и мы получаем много попутной информации, а дальше, конечно, очень важным становится во взрослой практике сразу показать, что нам интересен этот пациент, потому что признается, и есть исследования опубликованные, что мы очень быстро понимаем перед нами пациент с функциональным расстройством, который мы склонны недооценивать, как заболевание, как нечто, ну, правда, не приводящее ни к опухолям, ни к воспалению, ни к каким-то опасным осложнениям. Мы сразу понимаем приблизительно, кто перед нами, и, увы, настроившись на вот этот функциональный портрет пациента, склонны недооценивать его жалобой. Я даже видел любопытную работу, где анализировались результаты телефонных переговоров врачей с пациентами или с функциональным состоянием, о котором знал врач по ходу предыдущего визита, или с органической патологией. И одни и те же жалобы пациентов, в зависимости от, так сказать, знания об их диагнозе, врачи оценили принципиально по-разному. Самое любопытное, что людей, страдающих функциональным заболеванием, при том же наборе жалоб, врачи в среднем характеризовали как менее приятных собеседников. Менее приятных собеседников. Менее приятных собеседников. И что скрывать, конечно, так, в ординаторской термин синдромщики или термин, да, там, вот, такой, так сказать, ходок по врачам, конечно, термины плохие, дискриминационные, но они отражают наше вечное раздражение, невольно возникающее на этих пациентах. И поэтому нам очень важно, и это, наверное, первое, что нам приходится использовать, как-то сразу, во-первых, валидировать страдания пациента, то есть показать, что мы верим ему. Киваю головой, действительно, все время говоря, ага, глядя в глаза, пытаюсь установить этот зрительный контакт. Нередко даже приходится, когда пациент сразу повернулся в бок и, как сказать, смотрит в пол, даже иногда немножко нарушая такое наше традиционное конво исследование, говорит, а позвольте я на минутку взгляну на ваши склеры на полном серьезе, просто чтобы он один раз увидел, что мы смотрим на него, и он, так сказать, дальше будет говорить нам это в лицо. И все время, все время подчеркивает, что нам интересно, что мы не отмахиваемся от симптомов, и тогда начинается разговор. До этого, конечно, обычно пациенты так пулеметной речью выкладывают монолог заготовленный и с недоверием замолкают, ожидают, что сейчас мы отмахнемся от них термином. У вас все в порядке. Ну вот это очень интересную и важную тему вы поднимаете, что у пациента есть некоторые ожидания, в том числе и от поведения врача, и что это поведение будет, ну, скорее в сторону недоверия, непризнания его жалоб, что ему придется какие-то дополнительные усилия прикладывать к тому, чтобы убедить врача, что ему действительно плохо. С чем это связано, на ваш взгляд? Почему есть, ну, такое традиционное недоверие или негативное отношение к системщикам? Функциональщикам. Функциональщикам. Ну, я думаю, что на самом деле для врача, вот как Алексей сказал, что на амбулаторном приеме это подавляющее большинство пациентов с функциональными нарушениями. И, конечно, когда ты владеешь римскими критериями, тебе поставить диагноз достаточно, ну, несложно для начала. И, в принципе, для врача, может быть, эти пациенты не самые интересные с точки зрения их какой-то профессионального развития, интереса. И, наверное, в какой-то момент, так как этих пациентов большинство, ты уже, может быть, с трудом всю эмпатию, которую ты хотел бы, мог бы проявить, проявляешь. Поэтому, может быть, действительно пациенты иногда это чувствуют обесцениванием, да, их жалоб. Но при этом, действительно, как Алексей сказал, для этих пациентов, именно для этих пациентов особенно важно, чтобы им сопереживали, да, чтобы к ним проявили эмпатию, что у них действительно что-то болит, да. То есть по исследованиям говорится о том, что пациенты с функциональными нарушениями, их качество жизни из-за их переживаний, из-за их страданий, из-за тех ощущений, реальных ощущений, которые они испытывают, может быть намного хуже, чем у пациентов, действительно, с имеющейся какой-то органической, хронической патологией. И эти пациенты приходят достаточно часто, повторно, чаще, чем, допустим, пациенты с какой-то органической патологией, по которым у нас есть действительно достаточно четкий план наблюдения. Мы знаем, какие у нас исходы, в какие сроки мы их должны наблюдать, пациент получает лечение, что мы от него хотим. Но вот то, что касается функциональных нарушений, с этим сложно. И эти пациенты приходят регулярно, каждые несколько недель, раз в месяц. Им зачастую многие препараты, допустим, или какие-то подходы к введению традиционные, такие, может быть, приорганической патологии, не помогают. Они постоянно хотят вот этого внимания от врача. И, конечно, для врача это может быть отчасти напрягающе. Утомительно. Ну, да. Но, тем не менее, опять же, понимая это, врач должен формировать доверие у этого пациента максимально. Потому что то, насколько он хорошо сформирует это доверие к себе, в итоге и будет зависеть, насколько ты сможешь помочь этому пациенту, даже не на медикаментозном уровне, а на уровне только уже признания его состояния и проявления вот этой эмпатии. Потому что, действительно, для этих пациентов это, ну, пожалуй, одно из основных таких вот влияний, которые врач может на него оказать. Доверие, комплоентность, в том числе, к каким-то подходам, которые мы им предлагаем. Ну, и, собственно говоря, это, в итоге, наверное, позволяет нам снизить частоту их посещения, опять же, нас же, да, и вот этот вот градус возможного какого-то нашего беспокойства из-за того, что пациент приходит и приходит постоянно, и мы тоже понимаем, что мы не можем ему помочь, и это тоже на врачей, на его выгорании тоже может сказываться. Поэтому может сказываться. Было очень интересное китайское исследование 2018 года, где анализировались представления пациентов о заболевании, о функциональном заболевании желудочно-кишечного тракта. И вывод был такой, что у пациентов формируются катастрофические представления. То есть для него вот всё, что с ним происходит, и природа этого заболевания – это огромная катастрофа. С какими представлениями приходят пациенты к вам? Какие у них собственные соображения о том, что с ним происходит, какова природа этого? Наверное, во взрослой практике во многом понимание пациента природы заболевания во многом влияет страхами, и тем, о чём он прочитал, пытаясь как-то достать свои страхи нейтрализовать. А что обычно? Что находят в интернете? Всех интересует вопрос, рак не рак. Всех в моей практике часто в силу того, что публика… Я специализируюсь на лечении воспалительных заболеваний кишечника, люди находят какие-то интервью, а им приходят с вопросом, а это болезнь крона, это язвенный калит, в целом очень редкие заболевания. Честно говоря, в нашей практике лечить болезнь крона язвенный калит – это такой редкий бриллиант на пляже людей с функциональным заболеванием кишечника, и проще и действительно интересно проводить дифференциальный диагноз, но это единицы среди потока пациентов. Люди приходят в основном уже, конечно, часто со сложившейся концепцией, и часто бывает важно просто спросить прямым текстом, а каково ваше представление о заболевании, а что вы прочитали в интернете? Это фраза, которую нас не учат в институте, и она как-то выглядит такой западной, ее сложно произнести. Почему важно задать вопрос, какие у пациента представления о заболевании? Зачем это врачу? Чтобы сразу ответить на все опасения, на все гипотезы, дать свой профессиональный комментарий, потому что человек пришел за информацией, он что-то уже знает, но хочет эту информацию структурировать. Но не будет ли достаточно сообщить пациенту, что ничего особо страшного с ним не происходит, что нет никакой органической патологии, вот пейте антидепрессанты, и они вам помогут? Ну, на самом деле, очень такой интересный вопрос. И мне кажется, что когда мы говорим пациенту, что с ним не происходит вот это, вот это, вот это, ему это не настолько важно, ему важно, что с ним все-таки происходит. А он скажет, а доктор, так что у меня есть? У меня-то болит, да? И здесь вот важно, как раз-таки, изначально уточнив представление пациента о болезни, понять, чего он от тебя в итоге ждет. Как Алексей сказал, зачастую у пациентов есть страхи, да? Страх какого-то органического заболевания. И, собственно говоря, уже изначально уточнив этот вопрос, мы можем с этим страхом столкнуться и дальше понять, что нам с ним делать. И, как известно, у страха, ну, такие две основные причины. Это отсутствие информации, да, то есть я не понимаю, что со мной происходит, либо отсутствие какого-то опыта, либо это, наоборот, присутствие негативного опыта, да, то есть у меня в семье, там, у кого-то был рак, кто-то умер, возможно, или было какое-то другое тяжелое заболевание, или где-то у близких знакомых какой-то опыт, и вот этот страх тоже порождается на этом фоне. И, собственно говоря, понимая причину беспокойства пациента, мы уже понимаем, как нам дальше с ним работать, в том числе в рамках этапа информирования его. То есть это либо сообщение ему той информации, которая объясняет происходящее с ним, а не отрицает то, что с ним не происходит, либо это действительно проработка вот этого негативного опыта и действительно создание, возможно, какого-то позитивного опыта, ну, в том числе, возможно, и проговаривание того, что может быть, чего у вас точно нет, но что возможно может быть и с чем мы сможем поработать. То есть, мне кажется, вот такая более определенная информация для пациента, особенно с функциональным расстройством, она важна очень. Как мог бы звучать текст врача? Вот предположим, что вы до какой-то степени убеждены, что у пациента именно функциональное заболевание. Что бы вы сказали? Прямо проиллюстрировать это, что вас сегодня привело ко мне, что бы вам хотелось сегодня обсудить, чем я могу быть вам полезен. Да, здравствуйте, доктор. У меня, знаете, вот очень часто, когда я не поем, болит где-то под ложечкой. Я сделал уже три гастроскопии. Мне в одной написали очаговый атрофический гастрит. И в процессе беседы мы понимаем, что человек с одной стороны хочет получить объяснение, почему болит под ложечкой. Второе, он боится рака, потому что он вбил в гугл атрофический гастрит, а там написано всякие страшные непонятные слова, каскад коры, метаплазии, другие дисплазии. Вот-вот будет рак. Его заставляют делать гастроскопию. Мы сразу подчеркиваем механизм боли. Но пока в моей практике я стараюсь сразу нарисовать схему, объяснить, что, в общем-то, болевая чувствительность определяется не столько состоянием внутреннего слоя желудка, где могут идти процессы, в том числе предрасполагающие к раку, но в основном это определяется чувствительностью нервных окончаний, нервной системы, как угодно можно это обозвать. Можно опять объяснить механизм, но сразу подчеркнуть, что, а теперь задумайтесь, могут ли, скажем, поверхностные изменения в слизистой оболочке давать такую боль? Конечно, они могут привести к прогрессированию этого процесса, к опасным изменениям, но давайте разберем, есть ли у вас дополнительные факторы риска и каково сейчас состояние желудка. Как видите, у вас нет факторов риска. Процесс этого старения желудка, прогрессирования изменений, это многолетний процесс, поэтому сейчас отвлекаться на эти риски, в общем-то, популяционные не стоит, потому что это усилит симптомы вашего функционального расстройства. То есть действительно, как справедливо замечает Евгения, и объяснить, и в то же время их основные страхи непременно разобраться, потому что, увы, иначе мы получим имейл или сообщение в WhatsApp иногда вечером, что, а вот точно ли, вот у меня точно ли не болезнь Крона? А вот сейчас у меня как-то так особенно кольнуло, что вот именно это навело меня на мысль, что все-таки вот это может быть болезнь Крона. А как вы сообщаете диагноз? Ну, здесь все зависит от того, насколько мы на данном этапе, особенно при первом контакте с пациентом, вообще уверены в диагнозе, потому что, особенно это касается педиатрии, что у нас есть, опять же, несколько таких вот крайностей. Это либо отсутствие данных за какую-то и функциональную, и органическую патологию, либо наличие каких-то достаточных критериев для постановки диагноза функционального нарушения, либо какие-то красные флаги, которые нам могут давать такую вот конву для того, чтобы мы заподозрили на данном этапе, что все-таки, возможно, есть какое-то органическое заболевание, конкретное, вероятно, или несколько предполагаемых диагнозов, и приложить пациенту дальнейший план по уже уточняющему действительно какому-то лабораторному или инструментальному обследованию. Есть часть причин, которые действительно очень важны в раннем возрасте для исключения, например, какие-то пороки развития, врожденная патология, обменные заболевания, вероятность которых с возрастом, да, при отсутствии, опять же, красных флагов все меньше и меньше. Поэтому, конечно, ставить точку в диагнозе на первичном приеме зачастую бывает сложно. И, наверное, это не нужно делать, потому что тем самым, если действительно что-то пойдет не так, как мы изначально предполагали, у пациента в итоге может снизиться уровень доверия к врачу, который не заподозрил, да, или не обозначил какие-то возможные другие варианты исхода для родителя. Поэтому у меня вот есть, если говорить о каких-то таких практических моментах, такая вот в итоге фраза, да, которую я ставлю обязательно после диагноза, если я не ставлю на данном этапе после него точку, да. Обычно, ну, мое заключение первичное – это несколько диагнозов. На первом месте то, что наиболее вероятно, зачастую это действительно какой-то вариант функциональных нарушений. И на втором, возможно, на третьем месте – это несколько вариантов какой-то патологии, которую я ставлю с вопросом. И количество вопросов, оно обычно у меня пропорционально невероятности, скажем так, этого диагноза. Чем больше вопросов, тем вероятность такого диагноза меньше. То есть вы в заключении пишете с одним вопросиком, с двумя вопросиками? Да, да, я вот так пишу. И после этого все-таки я считаю, что доктор для себя, для других врачей, для родителей, в первую очередь, должен обозначить вот этот вот дальнейший план, то, что называется подстраховаться, да, потому что мы все-таки работаем в амбулаторной сфере. И когда пациент от нас уходит из кабинета, как бы мы ни пытались взять у него какую-то обратную связь, все ли он понял, что происходит дальше, мы зачастую не знаем. Поэтому в конце я пишу, что на данный момент данных за органическую патологию желудочно-кишечного тракта недостаточно. И вот в этой фразе она у меня рождалась на самом деле достаточно долго, и на мой взгляд, каждое слово очень важно. И дальше я пишу, рекомендовано наблюдение, на фоне соблюдения рекомендаций, да, в том числе не медикаментозных, и при появлении симптомов красных флагов, таких-то, 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 рекомендована повторная консультация для пересмотра диагноза и составления плана дополнительного обследования. Мне кажется, вот такой практический совет на этом этапе, который я могла бы дать коллегам, которые на самом деле показывают все ваше отношение к диагнозу и к пациенту в данный момент, и проговорить это с пациентом, чтобы они понимали важность каждого слова в этой фразе. Ну, наверное, еще, что я бы тоже, может быть, посоветовал, или, по крайней мере, то, что я стараюсь использовать. Вот, да, написав эту фразу, составив список возможных альтернативных диагнозов, все-таки основные эти диагнозы, по крайней мере, я стараюсь проговорить, произнеся фразу такую, что даже если условно это мы пропускаем сейчас вместе с вами, да, я ошибаюсь, мы пропускаем диагноз условного язвенного колита, то, поверьте, мы успеем вмешаться. Очень часто ситуация возникает, когда человек что-то там, или что-то обнаружили по данному обследованию, какой-нибудь незначительно повышенный воспалительный маркер, или какой-нибудь случайно обнаружили находку при колоноскопии. Очевидно, присутствует функциональное расстройство, но такой некоторая и врачебная настороженность остается, и пациент все же пока не готов принять, что то, что в чем вы убедили, и там, условно говоря, коллеги-эндоскописты, оказалась случайность. Вот это одна эрозия в желудке, это вовсе не что-то опасное, или там одна эрозия в кишке, это вовсе еще не воспалительное заболевание кишечника, то, да, приходится подчеркивать, что, да, сейчас мы сосредоточимся на причине ваших текущих симптомов, которые лучше объясняют происходящее, позволяют нам вас лечить. Но даже если заболевание все-таки будет прогрессировать, мы успеем вмешаться на том этапе, когда нам не потребуются тяжелые средства, и когда точно не будет осложнений. Тоже эта фраза немножко успокаивает пациента, но, как действительно подчеркивают все руководства, и как пишут большинство коллег, конечно, нам очень важно, во-первых, дать возможность повторного визита, тем самым подчеркнув, что мы заинтересованы в дальнейшем введении пациента, мы не отмахиваемся от него. И в идеале дать какой-то канал обратной связи, что, конечно, трудно, потому что в почту может прийти 20 сообщений за один вечер, и в WhatsApp вообще очень часто перегружен. Но просто дать эту возможность, а говорить, что вы можете ответить не сразу, что бывают у доктора отпуски, что, возможно, потребуется прийти на повторный прием, просто все равно этим подчеркнуть нашу заинтересованность в дальнейшей работе с пациентом. Вот это тот самый тандем с человеком к нам пришедшим. Несколько раз по мере нашего разговора всплывали такие указания на важность эмоционально-психологического статуса. Из этого я делаю такой предварительный вывод, что доктору-гастроэнтерологу довольно важно разбираться в том, что происходит в психологическом состоянии пациента. Данные, которые это подтверждают, таковы, что от 50 до 94% пациентов с СРК испытывают симптомы тревоги и депрессии. И вот эти 20 сообщений, которые пациент может прислать за один вечер, это, возможно, тоже является косвенным показателем того, что у пациента высокий уровень тревоги. Как вы обсуждаете с пациентами тот факт, что его эмоционально-психологическое состояние критически важно или просто важно, и к этому важно адресоваться в ходе лечения, в общем-то, живота? Тема сложная, потому что если в лоб спросить у пациента... Нет ли у вас депрессии? Нет ли у вас депрессии. Как вы оцениваете своё эмоциональное состояние? А вы уверены, что боль возникает не тогда, когда вы понервничали? То в большинстве случаев в ответ мы увидим потухший взгляд, а иногда и даже такое достаточно агрессивное высказывание. Ну, началось. Это говорят некоторые пациенты с богатым опытом общения с, так скажем, немножко карательной отечественной гастроэнтерологией. А, ну то есть вы сейчас про голову начнёте со мной говорить. Ой, только не надо говорить мне, что у меня это в голове, потому что такие, к сожалению, некорректные фразы произносятся очень часто. Это, наверное, один из приёмов. Его озвучивают некоторые коллеги зарубежные, даже так в рамках интервью. Один из приёмов, это, конечно, сначала сосредоточить внимание именно на чувствительности кишки. То есть подчеркнуть, что всё-таки мы не подозреваем, что пациент галлюцинирует, и мы не подозреваем, что он сочиняет симптомы. Ну, я так для себя полезным нахожу действительно изобразить, вот это объяснить механизм чувствительности на уровне кишечника, а потом объяснить, что эти сигналы, поступающие в центральную нервную систему, могут усиливаться в минуты стресса. На практике обычно мой разговор ведётся таким образом. Ну вот, вы же знаете, что там студент с экзаменом может выскочить в уборную. У него ни почки отказывают, у него не немеют ноги, у него именно расстраивается кишечник. Почему? Потому что, да, кишка всё время обменивается сигналами с головным мозгом, мы вот в минуты стресса, как, ну, например, когда вы не выспались, да, или у вас там ночная смена была, конечно, с утра всё болит, потому что мозг прислушивается к сигналам, поступающим от вашего тела, ну, да, потому что он в напряжённом состоянии. И поэтому, если в этот момент я чувствую по глазам и по выражению какую-то замкнутую позу, или да просто как-то интуитивно, что пациент напрягся, я обычно сразу, перебив себя, говорю, но прошу заметить, причина вашей боли не заключается в том, что вы находитесь в состоянии стресса, если и находитесь. Обычно на этом этапе уже заводится разговор об антидепрессантах, и я умышленно, как правило, произношу фразу, что антидепрессанты, на удивление, помогают и при боли, и депрессии сопутствующей, и просто при боли. Человек может быть совершенно спокойный, но ему всё равно помогут антидепрессанты в качестве обезболивающего средства. Тем самым мы подчёркиваем, мы и не игнорируем влияние центральной нервной системы, эмоции, на симптомы, но и в то же время не переходим, не углубляемся только в кишку, говоря, что да, до этого вас дезинформировали, даём себе вот эту лазейку, в случае чего обсудите психотерапию, стрессовые события. То есть, в общем, действительно говорить и в этом, есть понятие gut, brain, access, да, ось, мозг, кишка, всё же говорить и о gut, и о brain. Ну и таким образом вы позволяете обойти стигматизацию психологических расстройств, психологической помощи. Это всё, мне кажется, довольно трудно дискутировать с пациентами, бывает, скажем, в российских реалиях. Как это происходит в практике детского гастроэнтеролога? Ну, здесь, конечно, у нас больше сложностей, потому что всё-таки зачастую самым беспокойным в нашем коллективе врач-пациент и родитель пациента оказывается действительно всё-таки не пациент, а родитель. Хотя, безусловно, когда мы говорим о детях уже старшего, подросткового, школьного возраста, истинные какие-то психические нарушения, в том числе и депрессии, и тревожные расстройства, они тоже имеют место быть, и здесь, конечно, о них тоже нельзя забывать. Но когда мы говорим о маленьких детях, например, когда действительно здесь много сложностей в диагностике психиатрических заболеваний, здесь зачастую мы прибегаем к помощи профессиональных психиатров и детских психологов, которые нам помогают, но когда у нас транслирует основное состояние ребёнка, и даже не состояние ребёнка, а трактует то, что происходит с ребёнком или в целом в семье на фоне того, что беспокоит ребёнка родитель, мы, конечно, не можем не учитывать его психоэмоциональное состояние. И действительно, очень многие родители, матери особенно, очень болезненно могут отнестись к тому, что мы можем им сказать, что что-то у них не так с психикой, что им нужно обратиться к специалисту. Это очень страшно звучит. Да, это звучит страшно, это действительно может стигматизировать их, доставлять им дополнительные неприятные эмоции и точно не повышать уровень доверия к такому врачу, который это сказал. Но если мы понимаем, что с ребёнком действительно не происходит ничего страшного, но при этом мы видим, что уровень беспокойства родителей или действительно имеются какие-то признаки депрессивного расстройства, нам всё-таки как-то это нужно сделать. И в этой ситуации тоже можно использовать различные приёмы. В частности, вот как я пытаюсь пользоваться своей повседневной практикой, что, особенно когда это маленькие неговорящие дети, что на данный момент основной транслятор жалоб — это вы, как родитель. У вас определённый уровень стресса. И я вижу, что с ребёнком на данном этапе у него нет красных флагов, поэтому мы за ним можем пока просто наблюдать. Но наблюдать за ним будете в основном вы, и ваши какие-то эмоции могут накладывать определённый отпечаток на то, как вы это трактуете. И не отрицая того, что с ребёнком действительно может что-то происходить, действительно могут быть начинающиеся какая-то, возможно, проявления органической патологии, то есть не отрицая этого, сказать родителю о том, что ваш эмоциональный фон затрудняет эту диагностику, и действительно порекомендовать обратиться к психологу как минимум, и там уже, возможно, если это потребуется, то и психиатр для назначения, допустим, какой-то медикаментозной терапии. И на самом деле в таком формате предложения они в большинстве случаев не находят какой-то негативной реакции. Действительно, родитель может согласиться, что да, действительно, я так беспокоюсь, что действительно я уже не могу понять, это действительно что-то происходит так с ребёнком, либо мне кажется, я за него так беспокоюсь, что вот я уже не могу объективно это оценивать. И в принципе здесь важно подчеркнуть для родителей, что беспокоиться за своего ребёнка – это нормально, да, и в этом нет ничего зазорного, и мы поддерживаем маму, в частности, в этой ситуации. Но, например, когда речь идёт о маленьких детях, когда есть такое состояние, как послеродовая депрессия, когда мы знаем, что распространённость депрессивных расстройств вообще популяции во взрослой очень высокая, и папа, который постоянно работающий, может быть примерно в таком же состоянии. И, допустим, если это ребёнок с коликами, который плачет каждый вечер, часами его никто не может успокоить, и в этом состоянии родители могут нанести вред своему ребёнку, допустим, избыточно тряся его, да. Мы всегда очень боимся бэби-шекинг-синдрома. Ну, не только бэби-шекинг-синдром, потому что есть данные, что родители могут душить своих детей, да, это не прямо вот какое-то удушие, там, закрывать ему рот, чтобы он не плакал, кричать на него, ударить его. И в некоторых ситуациях, особенно когда несколько, оба родителя на приёме, они могут даже, когда начинаешь им говорить, что такое действительно бывает, они могут действительно сказать, что, ну, да, они испытывают эту эмоцию, и действительно предложить им в этой ситуации помощь, и сказать, что это на данном этапе очень важно, будет правильно. Вы исключительно важную вещь сейчас говорите. До 15% распространённость послеродовой депрессии в популяции, это очень много. В среднем около 4% депрессивных эпизодов вне ситуации, когда женщина только что родила ребёнка. И вот я, например, когда веду занятия с врачами-педиатрами, я рассказываю им про депрессию, и про вот этот бэби-шекинг-синдром, и говорю, что может оказаться так совершенно запросто, что вы будете единственным человеком, кто диагностировал это у молодой матери. И может оказаться так, что маме некому обратиться, не с кем это обсудить. У нас тотальная стигматизация всего, что касается психического здоровья. Она испытывает чувство вины за то, что она не такая мать, как, там, скажем, в Инстаграм, она может увидеть всякие красивые картинки, и у неё ничего подобного, или там, ну, далеко от тех картинок, которые она наблюдает, это то, что она хотела бы. Поэтому мне кажется, что если врач-гастроэнтеролог может обратить на это внимание молодых родителей, и, ну, скажем, под таким соусом, да, продвинуть идею психологической помощи маме, это очень-очень важно. А если к вам на приём приходит, скажем, подросток с, ну, я фантазирую, это может быть какая-то учебная нагрузка, с которой ему тяжело справляться, или общая жизненная ситуация, которая формирует такой вот, ну, напряжённый эмоциональный фон, и на этом вот фоне махровым цветом цветёт функциональное заболевание ЖКТ. Как вы обсуждаете это с подростком, с родителями, обсуждаете ли? Конечно, обсуждаем, и подростки зачастую уже эту симптоматику достаточно чётко, так же, как и взрослые пациенты с СРК, показывают. И вот в этой ситуации, когда спрашиваешь у самого подростка, как ты думаешь вообще, в каких ситуациях у тебя может болеть живот, почему ты думаешь, что у тебя может болеть живот? Потому что и ответы на эти вопросы зачастую становятся сюрпризом для родителей, потому что они-то думают, что что-то не так, нам нужна гастроскопия, а вдруг у него язва, а вдруг, там, не знаю, язвенный колит или болезнь крона, мы слышали, что тоже может начинаться всё просто с боли в животе, то, когда сам подросток начинает об этом говорить, становятся понятны те провокаторы, которые он сам достаточно чётко описывает. Когда я переживаю, когда у меня экзамен, когда в дни контрольных, у меня были пациенты, например, которые вот в определённые дни недели, вот в эти дни такие-то занятия, английские, вот мне не нравится заниматься английским, возможно, с конкретным преподавателем в конкретных условиях, то есть уже ребёнок достаточно чётко может описать провокатор, и давая возможность ребёнку высказаться, в том числе при родителе, мы показываем, что вот, он уже вполне себе может описывать свои провокаторы, и давайте мы начнём с того, что мы попытаемся как-то их устранить, и потом посмотрим, что у нас на этом фоне получится. Был, например, пациент, который, когда я его спросила, почему у тебя болит живот, что тебе нужно сделать, чтобы он перестал болеть, он говорил, что у нас когда-то одного мальчика увезли на скорбь, и вырезали ему аппендицит, и я у него спрашиваю, ты знаешь, что такое аппендицит? Он говорит, нет, я не знаю, но вот одно слово, что что-то увезли, у него болел живот, увезли и что-то вырезали, ребёнка уже при малейших каких-то ощущениях от живота, а они у нас у всех каждый день происходят, что-то там сокращается, что-то переливается, что-то булькает, что-то спазмировалось, то ещё что-то, то есть вполне себе такие естественные вещи, до такого ребёнка становится поводом для беспокойства. Когда он говорит, что тебе нужно сделать, отвечая на вопрос, что тебе нужно сделать, мне нужно выйти на улицу и подышать, и здесь уже становится понятно, что вряд ли здесь есть органическая патология, есть определённый ритуал, есть определённый страх, и мы проговариваем, что если ребёнок сам не может с этим справиться, вы не можете ему, недостаточно объяснить, ему это не помогает, что есть помощь психолога, который действительно научит ребёнка прорабатывать какие-то свои беспокойства, свои страхи, отвлекаться от тех болей, которые мешают ему выполнять свои повседневные функции. Для школьников это всё-таки ежедневное посещение школы. Ну и, собственно говоря, таким образом тоже выводим их в такой траектории работы с психологом, потому что вот если Алексей сказал, что для взрослых есть антидепрессанты, в том числе, которые достаточно эффективны, обезболивающие, а не просто препараты, которые снимают депрессию, то для детей мы здесь очень ограничены, особенно для маленьких детей. У нас практически нет медикаментозной терапии для функциональных нарушений, эффективной, с доказанным каким-то высоким уровнем эффективности. У нас остаётся только работа с родителями, убеждение их, информирование о естественности, о функциональном характере происхождения тех или иных симптомов, либо дополнительная работа с психологом самих, потому что детей, и есть специальные методики, которые во всём мире используются, и когнитивно-поведенческая терапия, и гипнотерапия, то есть на уровне просто аудиозаписей, где из серии «У того-то боли, у того-то боли, а у меня не боли», то есть действительно есть исследования, которые показывают эффективность таких методик. Поэтому объяснить это родителям, навести их на правильный путь, это бывает одним из таких залогов дальнейшего успеха. Я вас слушаю, моё психологическое сердце, конечно, поёт, потому что, даже когда вы рассказывали про этого подростка, какие у него, обратите внимание, правильные копинговые стратегии совладания со стрессом. Он перемещается, выходит на улицу, он дышит, дыхательные практики, дыхательные техники, это ровно то, чему бы его стал, наверное, учить психолог в первую очередь. Большой молодец, этот подросток, интуитивно как-то пришёл. Родителям в этот момент становится понятным, потому что родители очень не всегда разговаривают со своими детьми. Ребёнок подошёл, пожаловался, у родителя сразу страх, что что-то идёт не так. Если он пожаловался несколько раз, всё, мы идём к врачу, и врач пусть разбирается. Но зачастую очень важно попытаться для начала разобраться родителям, попытаться начать говорить с ребёнком, что не так на его взгляд. И зачастую дети сами описывают, когда родители приходят с жалобами на своих детей, а когда спрашиваешь самого ребёнка, как ты сам думаешь, почему может болеть живот? Ну вот у меня может болеть живот, когда я объелся, у меня может болеть живот перед тем, как мне надо сходить в туалет, у меня может болеть живот, когда я голодный. То есть описывая достаточно физиологические такие вот точки, когда могут происходить какие-то неприятные ощущения. Но родителям они этого не говорят, то есть то, что родители зачастую об этом не спрашивают. Но очень правильно всё-таки разговаривать со своими детьми, спрашивать, и тогда, возможно, родителям уже на этом этапе будет понятно, что ну да, я тоже, если голодный, у меня тоже может заболеть живот. И, наверное, ничего страшного в этом нет. Можно пока ещё не бежать к врачу, не записываться в очередь на месяц вперёд, и не спрашивать, а может быть мы сначала сделаем гастроскопию, а потом к вам придём, вы же всё равно назначите. Хотя это не так. Да, то есть это тоже зачастую снижает вот этот вот градус тревоги. Тревоги у родителей, да. Дегастроэнтерологу приходится быть отчасти психологом на своём собственном приёме. Ну и действительно подчёркивается, немножко рассказывает о том, что не то, что мир несовершенен, но что некоторые ощущения могут быть безопасными, потому что, конечно, мы сейчас говорим о людях, действительно испытывающих неприятные симптомы, переоценивающих, не переоценивающих, но действительно страдающих, испытывающих боль. Увы, есть и ещё одна категория пациентов, примыкающих к людям с функциональными расстройствами. Это люди, которые в принципе не испытывают интересного страдания. Они не испытывают ни боли, у них всё нормально со стулом, но их смущает некая кажущаяся ненормальность режима работы желудочно-кишечного тракта. Это тяжёлое восприятие группы больных, которые приходят и жалуются, на то, что раз в год, например, у меня вздувается живот. И я прошу разобраться в этой проблеме. В юности я мог выпить бутылку водки. Сейчас я выпиваю два бокала вина и с утра чувствую себя нехорошо. Мой стул приобрёл нетипичную консистенцию. Мне приходится, во-первых, сразу задавать вопрос, насколько это ограничивает жизнь, а во-вторых, сразу объяснять, о чем, собственно, опасны вот эти естественные случайные изменения режима работы нашего кишечника тоже на это тратят нередко, по-моему, больше времени, чем на именно проговаривание механизма такого страдания, которое можно записать на бумаге. У меня болит живот, у меня, скажем там, мне приходится бежать в туалет. Тоже мы невольно выступаем в этой роли даже не столько как на психологе, сколько как какие-то википедии, информирующие о нормальности. Приходится подчеркивать, что нормы в таком сложно регулируемом нервной системе, микрофлоре, иммунной системе органов, как пищеварительный трактор, конечно, норм никакой нет и быть не может. Недавно в качестве примера пришла пациентка, которая рассказала драматическую историю. Она сказала, я с детства хожу в туалет раз в два дня, и тут недавно я с ужасом для себя узнала, что у меня запор. И вот приходится обсуждать с ней, что в общем ужаса быть не должно, и это не называется толком запор, это называется просто такой режим работы кишки. Но это тоже очень важная история. То есть фактически, что вы делаете, вы нормализуете эмоции по некоторому событию. Вот это нормально. Само событие, во-первых, вот это нормально. Естественно переживать, естественно страдать, когда у тебя боль, или естественно переживать, когда у тебя там экзамен или какие-то события. Ну и, наверное, неестественно переживать, когда происходит что-то, что в принципе является нормой. То, с чего мы начали, например, педиатрический прием, то большая часть это даже пациенты, которые в функциональные расстройства не укладываются. То есть мы просто разъясняем родителям варианты нормы. Потому что маленький ребенок, родитель-то с чем может сравнить? Ну, в лучшем случае с собой, а у него, у маленького ребенка-то зачастую не все так, как у взрослого это касается. И скорости работы кишечника, и каких-то возможных жалоб, которые, может быть, для взрослого нетипичны, действительно могут быть красным флагом, а для ребенка нет. Например, то, что ребенок маленький, когда переезд, легко может срыгнуть или вырвать. То есть для взрослого человека, о боже, его вырвало, что-то пошло не так, срочно бежим к врачу. При этом сам ребенок никаких страданий не испытывает. Либо этот вот извечный вопрос, сколько раз в день должен быть стул в таком-то возрасте, а в таком-то, да, какой он должен быть консистенцией, а какого он должен быть цвета, это же вообще дилемма. Поэтому, да, приходится рассказывать все вот это изобилие вариантов нормы в детском возрасте, в разном. Ну и все-таки опять мы возвращаемся к красным флагам, когда действительно вот это уже точно не норма, приходите к врачу или срочно вызывайте скорую. Но зачастую все-таки там уже состояние ребенка говорит о том, что нужно что-то делать. И действительно в таких ситуациях большинство родителей все-таки не пропустят и совершат правильные какие-то действия по осмотру врача в кратчайшие сроки. Знаете, я хотела бы вам задать вопрос, который задаю гостям этой передачи всех медицинских специальностей. Участие наших слушателей прием продолжается 12 минут или 15 минут, и времени на общение с пациентом довольно мало. Вы упоминали о том, как важно не перебивать пациента, дать ему возможность высказаться, и называли цифры 5-10 минут. Это, конечно, совершенно невозможная ситуация. Например, в условиях приема в городской поликлинике, когда всего 12 минут на прием, мы не можем дать возможность пациенту 10 минут только рассказывать историю вопроса от 80 какого-то года. Вы говорили о необходимости информировать пациента о том, что может с ним происходить сейчас, и о том, какие потенциальные красные флаги могут случиться в будущем, и как важно за этим следить и контролировать. Это тоже занимает сколько-то немало времени. Какие рекомендации вы могли бы дать коллегам, педиатрам, врачам общей практики, терапевтам, работающих в условиях городского амбулаторного звена и имеющих 12 или 15 минут на прием одного пациента? Ну, давайте я начну, потому что этот вопрос действительно, который очень часто обсуждается, и так как мы с Алексеем ведем свой основной прием все-таки в тех клиниках, где мы себе выбили возможность принимать пациента, ну, как минимум полчаса, у меня час, и даже не буду скрывать, что час 15, потому что в час мы не укладываемся, несмотря на все попытки. Но эти 15 минут нужны в том числе и мне, чтобы иметь какую-то паузу, для того, чтобы немножечко переключиться с одного пациента на другого. Действительно, уложиться в короткий срок бывает очень сложно, особенно если перед тобой стоит задача, ну, такой вот максимально быть френдли со своим пациентом, с ребенком, с родителями и так далее, проговорить зачастую с ним не только ту проблему, с которой они пришли, а, возможно, какие-то еще сопутствующие, которые у потребности тоже есть. Но все-таки даже в рамках 15-минутного приема, а я в том числе работала в таких условиях, когда принимала и взрослых, и детей, как гастроэнтеролог, ну, не 15, а 20-минутного приема, я сейчас когда вспоминаю, это действительно мне кажется, что как это могло быть? Ну, как-то это происходило. Вот, и вот здесь как раз-таки знание навыков коммуникации, оно очень важно, и даже не знание навыков, а умение их применять, потому что, так как я участвую в том числе и в процессе обучения навыкам коммуникации студентам всего педиатрического факультета на нашей кафедре, то в итоге мы подчеркиваем, что это действительно позволяет оптимизировать время на приеме, это позволяет тебе выполнять какие-то вещи на механическом уровне, которые кажутся, может быть, изначально сложными и требующих дополнительных временных затрат, но зачастую они, наоборот, снижают. Поздороваться, представиться, идентифицировать пациента, ты сразу решаешь очень много вопросов, но это буквально несколько секунд. То, что сказал Алексей, первично открытый вопрос, и, собственно говоря, монолог пациента после этого, ну, зачастую, и по данным все-таки исследований, это даже не 5, и тем более не 10 минут, а все-таки это несколько минут, после которых пациент действительно останавливается, и уже делая эту паузу, какое-то дает понимание врачу, что, ну, вот я иссяк, либо задавай мне дополнительные вопросы, либо вот уже работай с тем, что есть. 92 секунды в среднем. Да, то есть на самом деле, зная вот эту статистику, и практикуя это в повседневной жизни, ты понимаешь, что это реально так, и это действительно укорачивает, чем ты будешь задавать кучу-кучу каких-то маленьких дополнительных вопросов, не получая того объема информации, важной информации для самого пациента. И то, что касается этапа разъяснения, который все равно последует после осмотра, что происходит, что не происходит, что мы делаем дальше, то, что касается вот такой повседневной практики, это действительно шаблоны, то есть выделить самую важную для большинства пациентов информацию, и вот здесь уже прозвучало сегодня не один раз, что у Алексея есть шаблон, что он нарисует там что-то, и одно и то же он рисует по несколько раз, и я прекрасно это понимаю, так же, как я могу с закрытыми глазами рассказать, что нужно делать при запоре, уложиться в несколько минут, при коликах, при срыгиваниях, то есть это достаточно шаблонная информация, и как бы, казалось бы, уникален не был каждый пациент, ну, допустим, с функциональным нарушением, на самом деле в этом и есть соль этого всего, что они достаточно стандартны, и та информация, которая им нужна, она тоже стандартна, и при определенной тренировке вы можете укладывать в ее определенное, имеющееся у вас количество времени, есть у Алексея, допустим, час, он может нарисовать, есть 15 минут, ты можешь уже иметь эту картинку, и каждый раз ее просто показывать, не тратя время, допустим, на сам рисунок, какие-то опорные точки объяснять, то есть здесь, на самом деле, приемов может быть очень много, но все они, наоборот, структурируют нашу консультацию, и позволяют врачу понимать, в каждой точке времени, где ты сейчас находишься, сейчас я собираю информацию, сейчас я разъясняю, сейчас я провожу осмотр, у меня вот на это все сколько-то времени, то есть вот это важно для понимания. Спасибо большое. Ну, я могу только согласиться с этим, действительно, наверное, у нас случается ситуация, когда пациент опоздал на прием, у меня сегодня пришел пациент, опоздавший на короткий, полчасовой, повторный прием, он опоздал на 25 минут с болезнью кроны, с непростой ситуацией, действительно, мне пришлось сказать очень быстро фразу после того, как он, кстати, ровно за 2 минуты описал событие, произошедшее за 4 месяца, без дополнительных уточнений, пришлось сказать фразу, боюсь из-за того, что вот так обстоятельства случились, вы попали в пробку, нам придется сейчас быстро проговорить основные действия, у вас будет потом возможность задать мне вопросы при переписке, уточняющие, но давайте тезисно, вот действия, 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 удалось узнать, услышать от него главный страх, он там действительно опасался непроходимости, и успеть быстро, буквально, как сказать, пропопировав ему живот, этот страх нейтрализовать, наверное, несмотря на то, что мне тоже вслед за Евгением очень сложно представить прием человека с функциональным заболеванием, продолжающимся меньше, чем полчаса, я работаю час, и иногда беру еще свой обеденный перерыв, но все же, наверное, мы можем донести, хотя бы убрать главный страх, проговорить главный страх, хотя бы быстро объяснить природу, буквально, ведь можно и несколькими словами, что со мной, действительно, ваша кишка, видимо, в силу перенесенной инфекции, стала слишком чувствительной, чуть изменились водные, и она спазмируется, сжимается, поэтому давайте сейчас, я напишу вам список препаратов, все они безопасны, все они не вызывают привыкания, давайте попробуем, шик-шик-шик, то есть не останавливаясь на каких-то деталях, наверное, при действительно, вот этом терпении, в первые две минуты, и возможности сразу понять, что пациент привело на прием, мы себе, правда, сокращаем, выгадываем эти драгоценные минуты для общения. Будем надеяться, это будет получать. 5 минут на повторный прием пациента с болезнью крона и со страхом непроходимости, это, конечно, очень впечатляющая история, и отдельно огромное спасибо за те шаблоны речевые, которые позволяют максимально емко и коротко произнести весь нужный текст, всю нужную информацию для пациента, и переходить к следующим этапам приема. Спасибо вам большое, благодарю сегодняшних гостей, Евгения Мухаммедова, Алексей Головенко. Спасибо огромное. Первый наш круглый стол после коронавируса, никакой до марта мы собирались снимать первый раз, но никакой коронавирус нашу решимость не снизил и не отменил, так что я рада нашей сегодняшней встрече. Большое спасибо еще раз. Спасибо нашим слушателям, зрителям, которые нас смотрели. Будьте здоровы и счастливы.